Спасибо большое, спасибо всем, кто присоединился. Добрый день. Сегодня мы будем как раз разбираться с речевыми синтезаторами, конечно, в русскоязычном сегменте. Будем смотреть о том, говорить о том, что у нас в этом плане приросло, в технологическом плане, какие есть у нас проблемы и как эти проблемы решать. Все это, еще раз повторюсь, происходит в русскоязычном сегменте, потому что, как ни крути, немножечко пока российские синтезаторы отстают немножечко от тех же самых англоязычных. И какая у нас программа встречи. Сначала мы обсудим ограничения, то есть чем по факту синтезаторы у нас хуже реальных дикторов, авторов. Коротко коснемся того, какие голоса лучше выбирать, если вы озвучиваете текст, особенно сложный текст. Вот. Прям много внимания сегодня. Мы много внимания уделим тому, как адаптировать текст, потому что при каждой возможности я заостряю внимание на том, что чем лучше подготовлен текст, тем лучше качество аудио на выходе. Давайте рассмотрим доступные инструменты, которые у нас сейчас предоставлены, как ими пользоваться, прям на конкретных примерах, кое-что послушаем, кое-что прочтем с вами. Вот. И посмотрим, какими дополнительными инструментами, ну, конкретно с помощью каких... Ну, ладно, давайте повторимся, с помощью каких инструментов можно лучше подготовить текст, сохранив его время, там, лучше качество и так далее. Ну, давайте переходим, собственно, к первой нашей задаче. Вот. Про... Ну, наверное, вообще не секрет, у речевых синтезаторов, конечно, есть куча ограничений, и по-прежнему в качестве восприятия для слушателя они все еще проигрывают, уступают хорошему диктору. Еще один момент, который требует внимания, это именно требование речевых синтезаторов к входящему тексту. Ну, то есть то, что для диктора не является проблемой, ввиду его, грубо говоря, там, бэкграунда, знаний, институативного восприятия, для синтезатора, естественно, остается пока за грани возможного, поэтому текст нужно готовить. Вот. Ну, если коротко говорить, вы диктору отдаете книгу, он вам ее читает, то такого рода обычную книгу, там, файл, не знаю, PDF-файл, текстовый файл, для синтезатора нужно готовить. По-прежнему у нас остается проблемой то, что нет простых и понятных, ну, тут я вот слайд не вписал, но в конце об этом еще будем заострять, комплексных инструментов, которые позволяют прям в едином окне подготовить текст. Это прям вот серьезное большое ограничение. Ну, и как ни крути, синтезаторы допускают вот прям вот досадные, разочаровывающие ошибки в абсолютно неожиданных местах, вот прям где не ожидал. Это по-прежнему случается, за этим приходится следить. Ну, и будем разбирать, как с этим бороться и что мы можем на текущем моменте, а что пока не можем. Ну, давайте переходить. Какие стоит выбирать голоса? Ну, ответ очень простой на самом деле. Чем дороже голос, я имею ввиду в финансовом эквиваленте, да, чем дороже голос, тем меньше он допускает ошибок. Здесь на опыте, на своем расскажу, что прям даже мы проводили эксперимент, когда одно и то же, один и тот же текст с выявленными ошибками мы озвучили различными голосами. И в очевидных каких-то даже моментах, я сейчас не говорю про тембр звучания, про все остальное, один и тот же текст в одном и том же инструменте, например, голоса Яндекса того же самого, условно-бесплатные голоса там читают хуже, чем дорогие. Вот, поэтому давайте я сейчас воспроизведу один пример. Ну, он прям очень такой, скажем так, гиперболизированный, но тем не менее будет понятно. Если вот неподготовленный текст отдать дешевому голосу или, там, более дорогому. Давайте попробуем послушать. Так. Смотря на слезы, падающие на униформу, я подумал. Смотря на слезы, падающие на униформу, я подумал. Мемуары вышли в 1920 году, через два года после поражения Германии в Первой мировой. Мемуары вышли в 1920 году, через два года после поражения Германии в Первой мировой 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 м почтения более дорогим голосам, просто для того, чтобы сократить ваше время на подготовку текста. Досадных ошибок будет однозначно меньше. Но про, скажем так, сделать какую-то таблицу и дать рекомендации, что в таких случаях один голос ошибается, а в других нет, я пока до такого состояния не дошел, потому что действительно даже и классные дорогие голоса, которые мы привыкли слышать в куче сервисов, видео и так далее, тоже допускают ошибки. Но чем лучше голос, тем будет выше качество, и вы сэкономите время на подготовке текстов. Ну а уж от специфики ваших текстов, ну и, скажем так, при накоплении опыта работы вы будете понимать, что вот этот голос мой любимый или вот эта пара голосов лучше всего работает. Вопрос достаточно простой, вот я думаю, что мы его достаточно быстро разобрали, ну если будете работать с текстами и озвучивать особенно сложный текст самостоятельно, ну вот рекомендую поступать именно так. Идем дальше. Как адаптировать текст? На самом деле тема, она необъятная, и чем дольше мы работаем, тем больше всяких кейсов мы находим, разбираемся и учимся их побеждать. Но какие-то основные моменты я сейчас озвучу. Здесь вот прям в картинку вчитываться особо не надо, ну просто я вот так подсветил, что приходится на первом этапе вычищать, утолять, адаптировать, когда вы получаете в качестве исходного текста, например, книгу в формате PDF. Ну или просто там даже из издательства вам какая-то верстка приходит. Ну, редактора стараются оформлять книги по канонам, делают колон-титулы, заголовки, сноски, нумерацию страниц. А мы, к сожалению, вынуждены это все нещадно удалять. Потому что если вы это не удалите, все это будет ужасно и криво озвучено. Поэтому мы в первую очередь говорим о чистке текста. То есть мы удаляем и нумерацию страниц, и колон-титулы, неозвучиваемые элементы. Это картинки, графики, формулы. Здесь я поставил в презентации звездочку. Здесь нужно оговорить, что если нетекстовый элемент играет значительную роль и позволяет понять контекст, суть, то зачастую приходится его переписывать текстом. Описать, что находится в изображении, например. Если без этого никак. То есть здесь мы уже говорим не о том, что надо почистить, а именно адаптировать, переписать. То же самое касается сносок. Иногда время работы над книгой или над каким-то сложным текстом, ну вот здесь конкретно мы говорим о книге, значительно увеличивается, потому что восприятие, допустим, конкретного фрагмента может быть неполным, если не вникнуть в сноску. И в этом случае приходится, ну там, допустим, редактор с автором выносили сноску вниз, чтобы, скажем так, сценарий чтения не менялся, а человек при необходимости мог обратиться к сноске. К нам же приходится эту сноску брать, может быть, местами даже переписывать, адаптировать и встраивать органично в текст. Вот, потому что при прослушивании, ну, собственно, у нас восприятие работает иначе, и нам нужно там цельное какое-то, внятное повествование, где информация, приведенная в сноске, будет встроена в этот конкретный текст. Работа немаленькая и зачастую, ну, она, по нашим оценкам, в 1,6 раз увеличивает срок работы над книгой, если сносок важных в книге действительно много. Так, это я рассказал. Да, по фразам на других языках тоже интересная история. Если ранее синтезаторы, тот же самый, допустим, Яндекс, Яндекс.Спичкит, встречая текст не кириллический, озвучивал его совсем другим голосом. Ну, вот у Яндекса есть голос, допустим, на русском языке, вы слушаете нормально текст на русском, у вас встречается какая-нибудь латиница, включается другой голос. Хорошо, если того же пола, а это мог быть и другой пол. И красивым каким-нибудь немецким языком, абсолютно по-другому, шокируя слушателя, зачитывал эту фразу. Сейчас же синтезаторы шагнули чуть дальше, и те же самые голоса, которые адаптированы на кириллицу, российские и русские голоса, пытаются прочесть другие языки, но звучит это на самом деле, ну, наверное, не очень. Поэтому здесь, наверное, на ваше усмотрение, да, как редактора текста нужно будет принимать решение. В некоторых случаях вам нужно будет, может быть, даже с помощью фонетических инструментов переписать этот фрагмент, может быть, его удалить, немножечко адаптировав текст. Ну, тут каждый раз решение индивидуальное. Ну, просто, чтобы было понятно, давайте я вам сейчас тоже воспроизведу кусочек, как бы это звучало, если бы мы не адаптировали. Секунду. Весь мир, Румыния прежде всего, должен был признать, что не пустой звук слова старой немецкой песни «Вер англак, вилл айм крайчхен, дэр байнд мит дэм дойчен энадин». Да, ну, как видите, конечно, фиаско. Поэтому такие моменты у нас в тексте представляют некоторую опасность, риски, и, конечно, на них нужно уделять большое внимание. Да, я сразу прошу прощения, так как мы аудио- и видеофайлы с ссылочками сюда в презентацию подтягиваем. Иногда при начале воспроизведения бывают некоторые заминки, скачки. Но, к сожалению, с этим я сделать сегодня ничего не могу. Вот. В презентации будут ссылки на эти маленькие фрагменты. Если вам нужно будет, вы там можете переслушать, пересмотреть. Поэтому, да, некий лица, естественно, во время работы с синтезаторами представляет некие риски. Тоже обращайте на это внимание. Вот. Ну, и из такого, что очень часто нам попадаются знаки переноса, которые для диктора, для читателя не представляют никаких проблем. Все мы умеем читать это, воспринимать. Для синтезатора будут означать что-то, чаще всего паузу. И слово у вас порвется, да, в плане произношения. Поэтому тоже нужно на это внимание обращать. Чуть-чуть мы здесь еще на этой теме чуть-чуть задержимся. Вот. Сейчас пока давайте чуть-чуть еще отрезюмируем и продвинемся дальше. То есть что же делать? Вот у нас попался текст. Что нам нужно? Нам нужно найти все не кириллические символы, все числительные. Числительные мы тоже будем обрабатывать, рассматривать, как их обрабатывать, потому что это такая рисковая история. Ей уделим отдельно внимание. Найти имена собственные, да, потому что, скажем так, не привычных редких именах собственных зачастую бывают проблемы с ударениями. Вот. Найти топонимы, естественно, тоже, потому что с географией не у всех синтезаторов прям прекрасно. Ну, на самом деле, у всех непрекрасно. Все, что у нас с большой буквы начинается в середине предложения, также может представлять некоторые риски. Поэтому сейчас я, ну, не могу дать такую однозначную рекомендацию. Прям вот садитесь и переписывайте все, что там у нас с большой буквы есть. Но обратить внимание на это дело нужно. Если это уж какое-то простое слово, всем известное, типа Москва, ну, все будет в порядке. Если это что-то, что вам режет глаз, лучше обратите внимание, отдельно озвучите, посмотрите, потому что как это ляжет в будущем в текст, непонятно. Но, опять же, говорю, что все это приходит с опытом, то есть чем больше вы работаете, тем больше вы понимаете, даже при беглом осмотре текста, что успешно озвучится, синтезируется, а что вызовет проблемы. Вот, и, да, обязательно нужно находить сокращения и аббревиатуры, и что из этого получается, мы тоже посмотрим. То есть, если говорить коротко, то найдите все, что представляет опасность, уделите внимание и перепишите. Да, ну, это объем. Это объем работы, и, ну, как я уже говорил, адаптация – это прям вот, прям залог успеха. Ну, тут давайте, наверное, сейчас пока далеко не буду уходить. То есть при, скажем так, простой ручной обработке текста, естественно, мы садимся, читаем, если это с фрагментом у нас там до нескольких тысяч символов, да, ну, так вот адекватно можно просмотреть тысяч пять-десять и за какое-то адекватное время быстро переписать, то здесь, наверное, дополнительных инструментов не нужно. Если вы уже планируете заняться какой-то большой озвучкой, там, я не знаю, подготовить тексты для курсов, озвучить какой-то, сделать аудиодорожку для видео, которые вы монтируете в будущем, или работаете над книгой, что самое сложное. Здесь, конечно, вам понадобятся дополнительные инструменты. Об инструментах тоже будем говорить, но если уж говорить вот по-простому, то это в обычном редакторе типа Word всякие подключаемые макросы, поиск по сочетанию символов, тоже это дело все нарабатывается, но зависит от ваших задач. То есть если у вас текст небольшой, вполне настроившись, сосредоточившись, можно справиться самостоятельно. Если у вас, мы говорим об объемах, да, допустим, если мы озвучиваем среднюю книгу, это там 350 тысяч символов, наверное, меньше, редко бывает, то здесь, естественно, макросы и всякие вспомогательные поисковые инструменты в помощь. Ну, идем дальше. Некириллические символы. Большая проблема. То есть как это звучит, мы уже примерно посмотрели. Если отказаться или переписать латиницей вот такие вещи не получается, ну вот у нас тут примерчик небольшой, как мы тут адаптировали, то приходится погружаться в фонетику. Справка по фонетике того же самого Яндекс.Пичкита вот здесь в ссылке приведена, она, по-моему, у меня и в конце презентации есть в отдельной ссылке. Муторная абсолютная история, то есть правильно фонемами писать требуемые слова, если это еще действительно объемный кусок, чтобы он правильно прочитался, это задачка прям, да, поэтому, если для вас это критично, ну, погружайтесь с помощью справки, подставки, подстановки этих символов, все это сработает, можно добиться. Если не критично, я бы, конечно, рекомендовал для экономии нервов и времени обходиться с другими методами, но, честно говоря, удалять. Чуть-чуть мы еще позже посмотрим, ну, кстати, можем даже и сейчас посмотреть, например, например, сейчас секундочку, давайте, ладно, позже включу, когда будем более конкретно разбирать. Числительный. С числительными очень интересный момент, потому что, когда в тексте вы встречаете там рабские или римские цифры, уже стоит задуматься, потому что не всегда у синтезатора хватает интеллекта, для того, чтобы правильно их прочитать. Вот. Поэтому... Ой, я тут ссылку не ту ставил. Окей. Поэтому текст, который вот вы видите в примере, так, я, не знаю, вот, давайте, поинтер включу. Вот такой текст в зависимости от выбранного голоса может прочитаться правильно, но в идеале мы должны этот текст, чтобы получить стопроцентно качественный результат, передать вот так, именно буквами, с полной расшифровкой, но тут еще и сокращение. Тут еще и сокращение расшифровал, чтобы было понятно, вот как примерно в идеале, чтобы исключить каких-либо, исключить какие-либо ошибки с числительными, должна выглядеть адаптация. Чем пользоваться, да, в дальнейшем тоже расскажу. Так. Имена топонимы. Ну, это понятно. Все, что у нас начинается с большой буквы, как я уже говорил, предмет нашего внимания. И основная проблема – это неправильная постановка ударений. Вот. Ну, тут, наверное, сильно мы не будем сейчас углубляться в эту тему. То есть есть у нас словари имен собственные, где все ударения проставлены. Ну, а при адаптации текста просто ставится плюсик перед ударным слогом. Ну, это, наверное, самый простой, самый простой, скажем так, инструмент прием адаптации, но это самое ударение, это самая частая ошибка при работе с речевыми синтезаторами. Ну, тут, опять же, надо понимать, если вы работаете над огромным объемом текста, и вам… Ну, вы понимаете, что смещенное ударение не приведет к неправильному восприятию. Ну, наверное, можно оставить, да, то есть смотря какие у вас требования к тексту. У вас большой корпус, и, в принципе, нужно озвучить десятки или сотни тысяч символов. Ну, окей, можно, в принципе, и пренебречь. Но если вы делаете какую-то эталонную работу или у вас требования к тексту повышены, ну, конечно, уделяйте внимание. И вот, в принципе, здесь на примере показано, как должен выглядеть текст, чтобы его правильно прочитал синтезатор. Сокращения и аббревиатуры. Вот это, на самом деле, на самом деле такая тоже больная тема. Опять же, для автора или для диктора, для читателя некоторые сокращения настолько привычные и понятные, что у нас даже не возникает мысли о том, что здесь можно ошибиться. Но синтезатор, да и не один, а практически все российские периодически делают это легко. Да, ну, вот у меня тут приведен пример, ГЭС с точкой. Вот. Нам понятно, что это год или город, но синтезатор из контекста, понятно, не всегда. И поэтому конкретно в этом случае возникают ошибки. Ну, сейчас все реже, но тем не менее возникают по-прежнему. Поэтому как их найти, да, как их переписать? Вам нужно будет просто найти, например, все слова в середине предложения, которые выглядят как сокращение. То есть это слово из нескольких символов, в конце которого стоит точка, после которого стоит пробел, и следующее слово не начинается с большой буквы. Мы понимаем, что здесь предложение не закончено, это вот это, скажем так, рисковое место, на которое нужно обратить внимание. Ну, и тоже можно в качестве, там, скажем так, быстрого беглого осмотра текста, да, найти все фрагменты, все слова в тексте, где идет более одной большой заглавной буквы подряд. Мы понимаем, что это уже аббревиатура, да, и к ней нужно присмотреться. У, допустим, Яндекса того же сейчас есть прям инструмент чтения аббревиатур, но все равно, когда мы говорим о каких-то отраслевых вещах, в профильных текстах, ну, абсолютно, скажем так, не все, а даже, наверное, большую часть каких-то сокращений синтезатор грамотно прочесть не может. Ну, а в идеале нам бы, конечно, хотелось, чтобы аббревиатуры шифровывались, озвучали хорошо, в правильном падеже ставились в текст, в контекст. Вот. Ну, и для этого тоже нужно эти вещи замечать, находить и правильно адаптировать. Мы потом еще посмотрим, как это можно сделать. Так. Да. Мы сейчас немножко переходим уже к инструментам. На самом деле, несмотря на то, что вся эта сфера бурно развивается, да, она бурно развивается где-то там внутри. То есть мы видим, что на протяжении нескольких лет те там глупые ошибки, которые допускали синтезаторы современные российские, они уже не делают их меньше, 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 меньше. Но, скажем так, это в целом на качество текста, исход и выход, выход, как сказать-то, текста на выходе дает положительный результат, но инструментов нам дают по-прежнему немного, да. То есть чем мы можем сейчас управлять? Вот так вот в лоб. Мы можем управлять ударениями, опять же там через адаптацию, иногда через интерфейс, паузами, ставить акценты, которые по-прежнему на самом деле работают так кривенько. Можем использовать фонемы, чтобы собирать какие-то сложно произносимые слова. И, ну, вот как-то мы можем управлять интонацией. Сейчас будем потихонечку тоже разбираться. Ударение. Но про ударение мы с вами уже проговаривали. Чтобы поставить ударение, мы ставим плюсик перед ударным слогом. К примеру, вы видели ранее. И это работает, ну, наверное, во всех синтезаторах, с которыми я сталкивался, и в любых интерфейсах. Ну, то есть интерфейсы, это что? Это у нас какой-то сервис в интернете, озвучит текст там онлайн, без смс, регистрации и все такое. Заходим. И вот во всех, которых я пробовал, если вы ставите плюсик перед каким-то слогом, этот слог ударяется. Окей. То есть здесь никакой магии нет. Работает везде, поддерживается всеми синтезаторами, всеми голосами. Никакой хитрости. Все, проблема решена. Здесь, слава богу, победа. Дальше у нас паузы. Вот есть на самом деле очень много вариантов, скажем так, синтаксиса, управления паузами. Здесь вот у меня три примера приведено. И, что интересно, допустим, если мы читаем справку по синтаксису Яндекса, как управлять этими делами, там, допустим, некоторых инструментов не указано. Допустим, три косых линии у них нет. Но, тем не менее, они поддерживают. У других синтезаторов, там, допустим, у того же самого Тинькова, если вы пользуетесь интерфейсом, который подключен к голосам Тинькова, что-то может работать, что-то нет. Допустим, три тире не везде работают. Вот. И здесь, в общем, я три основных инструмента привел. Это три косых линии. Это вот это вот сил, ну, я так понимаю, что сокращение от silent и TIFF в квадратных скобках. Это значит указание длительности паузы. Сейчас мы посмотрим, как это работает. Здесь мы можем в миллисекундах указать, насколько прерваться. Чаще всего работает хорошо, но иногда сбивается интонация. Поэтому, опять же, придется опытом, когда вы будете с этим работать, вы понимаете, нужна небольшая пауза, поставили три косых, все работает. Нужна длинная пауза, выбрали, сколько сделать, там, 2, 5, 100 секунд, вот, послушали, как работает интонация, там, допустимо, недопустимо. Вот. Ну, и три тире тоже работает. Не могу сказать конкретно, в каком случае, как вы будете этим пользоваться, но буквально 2-3 раза попробуйте, понимание придет. Давайте послушаем, посмотрим пример, как что работает. Сейчас я буду показывать интерфейс нашего сервиса. Он пока еще закрыт для массового использования. Я немножко рекламную паузу возьму. Мы откроем его для общего доступа. Ну, я думаю, что счет уже у нас пошел на неделю. Наверное, с февраля, с первых чисел февраля мы уже можем вас пригласить всех, попробовать, посмотреть. Есть варианты, будут варианты бесплатного озвучивания небольших фрагментов, скачивания файлов. Ну, и платно там за один раз можно будет озвучивать с использованием всего перечисленного синтаксиса фрагменты до 5000. Ну, давайте посмотрим просто на простом примере, как это работает. Так, секунду. В центре событий находятся два брата, Грег и Вирт. В центре событий находятся два брата, Грег и Вирт. Да, и вот в таком, ну, вот короткие паузы можно ставить так. Если вы наставите больше косых, ничего не изменится. Вот, давайте посмотрим, как можно поставить длинную паузу вот с помощью вот этого синтаксиса. Я не знаю, нет, планеты включен, нет, нет, с помощью вот этого синтаксиса. Сейчас мы двухсекундную паузу ставим, посмотрим, как это сработает. И здесь как раз мы увидим тот кейс, когда немного изменится интонация. Ну, зависит от, скажем так, скорее всего, в первую очередь от ваших требований. Да, я бы, допустим, уже в этот момент, в примере, который я приведу, начал бы уже задумываться, капризничать и думать, как бы переписать, переадаптировать, чтобы более живо это звучало. Но, тем не менее, когда длинная пауза нужна, кстати, этот синтаксис работает и в конце предложения, можно поставить классную паузу, там, многозначительную после чего? После, например, заголовка, да, то есть разметка заголовков тоже важна. Вот. Ну, в общем, давайте посмотрим, поймете, о чем я говорю. Ну, да, прошу прощения, ролики начинаются не сначала и немножко тормозят. Для подробностей свяжитесь со мной. Для подробностей свяжитесь со мной. Ну, как вы видите, да, с одной стороны успех, пауза двухсекундная в нужном месте произошла, с другой стороны произошел некий сломо-интонационный. Допустимо для вас, недопустимо, ну, принимаете решение самостоятельно, то есть чудесной таблетки нет. Но, однако, вот, допустим, когда у вас в тексте, это часто, наверное, идет не речь не о книгах, а о каких-то коммерческих текстах, зачастую, когда у вас идет, допустим, заголовок, там короткий абзац, подзаголовок, там какой-то пронумерованный список, еще что-то, вам нужно вот эти микрозаголовки отделять от основного текста более длинной паузы. И как раз вот это указание, там, паузы, 2 секунды, там, 2,5 секунды, здесь это будет работать прекрасно, потому что интенсионно после точки мысль и повествование, скажем так, речь завершилась, берем нужную паузу и с новой строчки уже начинаем новую мысль, новый текст с новым вдохом интонационным. Поэтому, ну, как бы, вот, сочетая два этих инструмента с паузами, можем действительно делать вполне хорошо слушаемые тексты. Особенно это важно. Знаете, сейчас пример приведу, когда у автора длинные предложения. Иногда бывает, ну, есть такое правило, да, если вы на одном дыхании не можете, скажем так, прочитать предложение, да, где-нибудь поставьте точку в конце концов уже. Вот. Ну, это имеется речь о восприятии чтений вслух, да, для текста, для аудитории. Понятно, что когда мы читаем про себя, естественно, иная техника чтения, по-другому мозги работают, вот, нам длинные предложения не представляют, там для нас какой-то трудности идем, мысль там струится между строчек, читаем, понимаем, там, где надо, остановились, перечитали, никаких проблем. Когда мы слушаем, когда наш слушатель, грубо говоря, должен что-то воспринять, иногда даже в процессе адаптации книжки мы длинные предложения вынуждены на какие-то логические группы, да, с более-менее сформированными мыслями разделять, именно вставляя паузы и как раз вставляя паузы с указанием длительности паузы через вот этот вот, сейчас секундочку, через вот такую вот команду, как раз интонация завершается, пауза ставится, слушатель осознал, вместе с представанием выдохнул и идет дальше. Вот, поэтому, когда видите длинное предложение, на одном дыхании прочитать не можете, ну, вот, значит, это признак того, что и слушателю будет тяжело, поэтому используем вот такой инструмент. Так, идем дальше. Акценты. Вот, к сожалению, по акцентам я вам воспроизвести сегодня ничего не смогу. Вчера произошел какой-то слом, и акценты у нас работают плохо, да. Не знаю, с чем это связано на самом деле, вообще там есть два варианта у того же самого Яндекс.Спичкит сервиса, провайдера, да, скажем так, синтезатора. Два варианта выделить паузы, это там, допустим, с помощью скобочек, или вот самый простой вариант поставить по две звездочки, вот, выделив нужное предложение. Вот вчера с утра это работало, к вечеру это работать у Яндекса перестало. Ну, не смог я сделать вам пример, к сожалению. Кстати, в поддержку написал, вот, обещали ответить, разобраться. Вот, причем еще интересно, у Яндекса же есть две версии голосов, старые голоса, и вот они добавили недавно новые классные голоса, вот, причем синтаксис на старых голосах работает, на новых не работает, две версии, ну, в общем, они разбираются, мы разбираемся. Акценты на самом деле ставятся иногда прям очень сильно, а иногда совсем незаметно. Поэтому здесь, ну, к сожалению, скажем так, нужно пробовать. Опять же, все придет с опытом, и когда технологии более-менее отточатся. Пока что не спасение. Этот инструмент, он есть, он, ну, чаще работает, чем не работает. Насколько можно на него рассчитывать, я бы сильно не рассчитывал. Адаптируйте текст так, чтобы, ну, разбивайте на какие-то логические фрагменты таким образом, чтобы акцент лишний раз, ну, наверное, не требовался, да, чтобы от него восприятие не зависело. Ну, посмотрим, посмотрим, может быть, сегодня заработает, а в скором будущем заработает лучше, и вот этот инструмент правления акцентами станет действительно полезным. Так, идем дальше и посмотрим, что у нас еще здесь есть. Фонемы. Вот этот слайд, этот пример вчера, честно говоря, меня надолго выбил из колеи, потому что, ну, я помню, что там на первом курсе, там, сколько-то лет назад я изучал фонетику, и, в принципе, ну, чего простого, там есть эти буковки, пишешь, и все читается. Ну, оказалось, не все просто, ну, по крайней мере, для меня отвык, и даже простое слово правильно написать, чтобы оно звучало так, как я хочу. Прямо мне пришлось вот тут на справку с одной стороны смотреть, с другой стороны слушать, и вот так сидел, слушал, смотрел, ну, и даже простое слово у меня заняло какое-то время написать. Ну, прям я подзапарился, если честно. Вот, но с точки зрения синтаксиса все достаточно просто. Ну, я называю синтаксис, на самом деле это операторы, окей, может быть, где-то я в терминологии поплыл. Мы ставим две квадратные скобки с каждой стороны, и через пробел пишем слово по фонему, используя справочник, да, там, допустим, на клавиатуре греческую «а», которая означает «у нас безударный звук я найти не смог», мне пришлось копировать, вставлять. Вот, ну, понятно, что редактора, которые у нас работают в компании, делают это намного изящнее и быстрее. Вот, поэтому, если навык наработать, то, в принципе, этим инструментом тоже можно пользоваться, иногда он прям действительно выручает. Ну, давайте попробуем пример тоже посмотреть, может быть, он немножко дурацкий, но тем не менее, он такой, как сказать, красноречивый, да, демонстративный очень. Привет, меня зовут Васяня. Ну, вот, казалось бы, простая фраза, да, посидеть мне и помучиться с ней, с непривычки пришлось. Вот, ну, я надеюсь, что в вашей практике вам не так часто придется прибегать к этим инструментам, ну, потому что там фонем там у нас получается примерно столько же, сколько букв еще и в различных вариациях, с непривычки тяжело. Но тем не менее, если встречается какое-то сложное слово, которое никак синтезатор читать не хочет, ну, фонемами можно заставить зависимость, все зависит, опять же, от ваших требований к тексту, да. Ну, я там по... Ну, тут есть на самом деле политический вопрос. Когда ты делаешь текст для себя, для своей аудитории, заранее понимая примерно контекст, в котором он будет воспроизводиться, да иногда проще взять и переписать, прям кардинально переписать какой-то фрагмент так, чтобы он хорошо прочитался, хорошо прослушался. Когда мы говорим о адаптации, допустим, какого-то учебного издания, да, допустим, или книги даже художественные, я уже не говорю про всякий нонфикшн, но нельзя сильно изменять, да, вот был авторский замысел, да, был как какой-то вот эталонную мысль автор вложил, но нельзя взять и выкинуть. Ну, в таком случае мы берем справочник фонем, там ссылочка есть, и сидим и адаптируем, добиваемся требуемого звучания, да, как вы хотите, чтобы это прозвучало и как еще и автор задумал. Поэтому здесь действительно на адаптацию может уходить в сложных текстах достаточно много времени. Надеюсь, вы с этим сильно сталкиваться не будете, но тем не менее, знайте, что если это потребуется, сделать это можно. Терпение в помощь. Переходим дальше. По интонациям. По интонациям много было анонсов, много было рассуждений по поводу того, что давайте мы интонационно начнем управлять текстом с помощью учевых синтезаторов. Здесь возникает, наверное, может возникнуть куча вопросов и сомнений. Я сейчас чуть-чуть в сторону уйду. Мы же все видели, да, как, грубо говоря, видео прямо на ходу, искусственный интеллект переозвучивает и берет один язык, переводит на другой. И там, я не знаю, какой-нибудь персонаж говорит сначала одну фразу на английском, потом с той же интонацией на немецком, на французском и все такое. И все это звучит здорово. Ну, это действительно звучит здорово и интересно, но это не, скажем так, это совокупность использования технологий и именно вот эти модуляции, которые звуковые, переносятся из первоисточника. Вот. Поэтому интонации там в каком-то моменте копируются. Когда же мы передаем текст именно, ну, условно говоря, печатный текст, хотим из него начать управлять интонациями, исходных интонаций у синтезатора нет. Поэтому и нет, к сожалению, графического интерфейса пока ни у кого управления интонацией, чтобы мы могли нарисовать тут хвостик вверх, может быть, кто-то помнил когда-то там в школе или на гуманитарных специальностях сталкивался, а вот тут хвостик вниз со стрелочкой интонации поплывет. Нет графического интерфейса пока что в русскоизначном сегменте управления интонацией нет. Кто-то, вот, допустим, те же самые два классных голоса теньков выкрутились и сделали различную эмоциональную окраску одного и того же голоса. То есть перейдя и посмотрев список голосов, допустим, того же теньков, вы увидите, что там имя персонажа. Там, кстати, тоже идут целые баталии, вплоть до судебных разбирательств, что вот взяли голос известного человека, вот, украли его интонации, украли его тембры, продают сейчас как свой голос. Вот, интересно, но не совсем в этом суть, просто интересный факт. Что сделал теньков? Они взяли и сделали несколько окрасок одного и того же голоса. Ну, вот я написал коротко, допустим, Ирина нейтральная, которая читает монотонный текст, Ирина восторженная, Ирина злая, Ирина обиженная и все такое. Ну, получается, чтобы вам передать какую-то фразу иной интонации, вам придется использовать, озвучить один фрагмент там нейтральным голосом, подключить другой голос, перевыбрать, например, в интерфейсе, следующую фразу сделать какую-то восторженную и потом вернуться, допустим, к нейтральному голосу. Вот, здесь пока классного решения нет. Ну, вот, какие есть, такие есть. Это мы говорим об интонациях, наверное, в более таком эмоциональном плане. Но, однако, все, что касается базовых вещей, там, просительной интонации, ориентируясь на знак вопроса, там, восклицание и все такое, здесь синтезаторы, ну, хуто, бедно, все справляются. Здесь дополнительных инструментов не требуется. Поэтому, если вы хотите сделать классный живой текст, да, особенно, ну, тут уже, тут уже, наверное, больше от вас зависит, чем от синтезаторов, потому что мы тоже сталкивались с такими вопросами, когда диалог нужно озвучить. Ну, в книге есть диалог. Что делать, да, подключать второй голос, если там несколько людей общаются, подключать третий голос, да, кто-то с одной интонацией говорит, кто-то с другой, и все, здесь уже все сильно-сильно усложняется. Зависит, опять же, от ваших требований, да. Или мы озвучиваем, там, грубо говоря, как в 90-х годах на пиратских кассетах Володарский одним голосом читал диалог один диктор, да, за трех-четырех актеров. Что, в принципе, слушалось, кстати, неплохо. Или мы, грубо говоря, тратим свое время, подключаем разные голоса с разными интонациями, озвучивая разные фрагменты и делая какое-то финальное сведение аудиофайла, чтобы получить классный звук. Пока это вот потолок текущих возможностей по работе с интонациями из текста именно. Ну, и давайте теперь посмотрим на дополнительные инструменты. Я сейчас, ну, бурно развивающуюся обсуждаемую тему, всякие GPT, искусственные интеллекты и все такое. Будем коротко смотреть на примерах. Тут придется немножко почитать, да, я, наверное, все зачитывать сам не буду, о том, как, ну, вот я покажу несколько запросов, покажу, как разные GPT их обрабатывают и как вам может быть это полезно. Помните, наверное, да, что раньше мы говорили о том, вот какие бывают типичные проблемы. Это числительные, аббревиатуры, там, аббревиатуры сокращения, ударения. Вот по ряду вопросов можно эту проблему решать, массовую. Если у вас есть какая-то автоматизация, пожалуйста, вот пользуйтесь, подключайте один из этих инструментов к своей системе озвучки и передавайте туда запрос, получайте обработанные тексты. Ну, это требует, там, технической базы, определенных вложений, навыков, компетенций. Ну, или можно просто через интерфейс чата пользоваться. В принципе, тоже удобно, если вы работаете для себя, готовите небольшие тексты, там, не знаю, там, до 20-30 тысяч символов, вполне себе нормально. Вот я приведу здесь некоторые запросы, которые нужно, как задание, дать в чаты, и какие результаты примерно будут выходить. Я сейчас, те оценки, которые буду давать, это мои личные, из моего личного опыта. То есть, это не какая-то всеобъемлющая статистика, которой нужно на 100% верить, но, тем не менее, вот мой личный опыт говорит о том, эксперименты, где как это дело работает, и что бы я мог порекомендовать, что бы нет. Ну, надеюсь, никого не обижу. Вот. Пример запроса у нас заключается, вот сейчас мы говорим о обработке числительных. Есть текст, прошу прощения, насколько я помню, он из Википедии вообще взят, вот, и там есть числительные, да, это как раз вот тот диапазон дат, вот с диапазонами дат синтезаторы работают вот прям, ну, плохенько. И как нужно примерно сформулировать запрос, да, вот у нас запрос в GPT, чтобы получить хоть какую-то обработку, да, под предварительную адаптацию. И вот мы смотрим, что кто отдал, да, то есть Яндекс.GPT, вот он у нас на самом деле справился хуже всех с таким запросом, и, ну, честно говоря, технически тоже. С моей стороны, с моей точки зрения, технически тоже хуже всех работает, больше всего дает сбоев, ошибок. И на самом деле, вот какие ошибки допускает синтезатор про синтезирование речи, прям Яндекс.GPT эти ошибки прям политически слово в слово повторяет. Вы видите, что, ну, прям безобразно адаптировал числительные. Да, может быть, нужно иначе формулировать запрос, да, ну, хотя вот Яндекс прям большими буквами у нас, как у GPT для бизнес-целей. Окей, может быть, у меня недостаточно бизнес-цель была, но, тем не менее, запросом здесь Яндекс справился хуже всех, да, для адаптации числительных, числительных, ну, я не рекомендую. Вот, но, вероятно, есть другие задачи, с которыми он справляется великолепно. Сбер. Сбер прям порадовал. Я привожу один конкретный пример, на самом деле, примеров я гонял много. То есть результат, который мне в результате, результат, который мне в конце концов удалось получить, меня порадовал. Но там, опять же, есть некоторые технические задержки. Один и тот же запрос, там приходится много раз протыкивать, чтобы получить нормальный результат. Ну, это вопрос, наверное, технический, который отладится, и все. А, собственно, расшифровка, и в нашем случае адаптация числительных и вписывание в контекст в нужном падеже у Сбера, ну, прям нормально. Ну, и от OpenAI, в принципе, с чего я, в общем-то, вопрос и начинал изучать, в конкретном примере он ошибся, но ошибся не критично, да, то есть на больших объемах, когда мы много числительных обрабатываем, вот для больших текстов, OpenAI дает хороший результат. То есть ошибки тоже допускаются, но, грубо говоря, когда у вас там кидаете вот эту фразу обработать, вот эту сочислительную, вот эту, вот эту, вот эту, то в общем и среднем прям классно. И процент, скажем так, неуспешных запросов, обращений к нему, он ниже, чем у Сбера и чем у Яндекса. То есть при, ну, вот для обработки и адаптации числительных для речевых синтезаторов на малых текстах, наверное, сейчас бы я рекомендовал Сбер-GPT, который работает через гигачат, там ссылочка будет в конце. Вот, для обработки большого объема текста корпуса, там, я не знаю, книга, куча книг, несколько курсов там вам нужно подготовить, где есть числительные диапазоны числительных, все такое там, исторические особенно, там, какие-то персоналии там вы рассказываете. Вот, ну, я имею в виду, где у нас есть даты, даты, века и все такое, то это все-таки GPT от OpenAI. Вот, давайте посмотрим еще второй пример, где можно посмотреть. Опять же, я говорю, что тот запрос, который я здесь привожу, вот это, это не эталон. Вы можете ваш запрос формулировать, модифицировать, пробовать, пробовать под себя, под ваши нужды настраивать. Вполне возможно, вы добьетесь более значимых результатов в этом плане. Вот, и, ну, чаще всего для наших нужд, для адаптации небольших текстов, это будет даже бесплатно. Понятно, что в рамках нашей компании мы там платим, грубо говоря, подписку, для того, чтобы это все работало, чтобы мы могли там больше количества запросов, больше объема текстов отдавать. Но для личного, персонального, микрокоммерческого использования, скажем так, даже бесплатной версии будет нормально, прям интерфейс в браузере сможете это все делать. Да, ссылочки все будут тоже. Давайте посмотрим, что еще. Обработка аббревиатур и сокращений. Здесь запрос, опять же, самый простой. Можете с ним экспериментировать. Задача по-прежнему расшифровать аббревиатуру, поставить ее в требуемом падеже в контексте и отдать вам на выходе готовый текст, который вы кладете в синтезатор, и он вам нужным голосом все прекрасно отдает. Вот, к сожалению, вот в Яндексе я не смог добиться результата. Да, он мне выдал какую-то ошибку, я с ней бодался-бодался, но вот с аббревиатурами не справился. Я, опять же, скажу, что вчера были прям проблемы, и некоторые инструменты в самом синтезаторе не работали, и с версиями голосов тоже были проблемы, и тикеты я писал. Но, тем не менее, вчера, допустим, была задача подготовить для вас пример, Яндекс не справился. Вполне возможно, в хороший день, в фазу луны, погоды, там еще что-то, он заработает, заработает лучше, но дважды или трижды я пытался, ни один день готовился. Вот, экспериментировал, нет, аббревиатуры и Яндекс пока нет. По Сберу тоже хорошо, но тут видите попсовая аббревиатура, кто не знает, кто такой комитет государственной безопасности, но правильно, скажем так, поставить правильный падеж в контексте – это уже прям достижение. Прошу прощения. OpenAI справился отлично, Сбер хорошо расшифровал, но не смог вписать в контекст. Вот. Что это значит? Это значит, что вам потребуется второй запрос, чтобы писать полученные результаты правильно в текст. GPT от OpenAI сделал это одним запросом. Вот. Если вы работаете с Сбер-GPT через гигачат, вероятно, вам потребуется второй запрос, что тоже не проблема, если вы выходите на какие-то объемы или массы, ну, просто вот продумать схему и логику. Что у нас дальше? Дальше получается, что мы еще пробовали обрабатывать простановку ударений. Здесь никого не могу похвалить, ни один из этих инструментов нам правильно ударение не ставил. Зачастую даже синтезаторы меньше ошибаются, чем чат и GPT. Вот. Ну и по остальным вопросам здесь, наверное, уже на ваше усмотрение. Пробуйте, на самом деле, инструменты эти при всей, там, знаете, ауре искусственной интеллектуальности и супертехнологичности в использовании очень просты. Вот. Поэтому пробуйте. Примеры запросов я привел. Ссылочки все есть. Вообще прям здорово помогает. Ну и давайте потихонечку переходить к выводам. То есть... Да, все-таки придется мне подсматривать. Как и в самом начале мы говорили, да, возможности синтезаторов, особенно те, которые работают в русскоязычном сегменте, по-прежнему, ну, прям очень ограничены. Да, в первую очередь мы видим проблемы с интонациями. Ну, вот я уже не говорю про технические какие-то вещи, про возможность сбоя и все такое, но пока что это не панацея. То есть при правильной подготовке текста, речевой синтезатор прям показывает результаты. И, ну, откровенно говоря, даже при вполне, скажем так, переходим ко второму пункту, да, к адаптации. Вкладывайтесь в адаптацию текста, в подготовку, пользуйтесь инструментами, и тогда возможности именно синтезатора будут расширяться, увеличиваться для вас. И реально в моменте, когда, ну, нарабатывается некий навык, учитесь пользоваться инструментами, все равно на выходе синтезированный текст, даже с затратами на обучение к адаптации вашей и адаптации, это все равно будет дешевле, чем работа с дикторами, да. Ну, то есть, грубо говоря, средний диктор по рынку, нормальный, более-менее диктор, он вот там сколько-то, тысяча рублей, ой, четыре тысячи рублей будет стоить час. Это прям не суперклассный диктор. Это вот просто диктор, который там, которого можно слушать, и который не ошибается, и который, грубо говоря, примерно в договоренный срок он там текст озвучит. Ну, понятно, что чем круче диктор, тем дороже. На биржах фриланса вы сможете найти такие аналогичные услуги, ну, там примерно за 1700 рублей будет выходить озвученный текст, для вас, ну, по качеству не могу сказать. Естественно, я всех фрилансеров в России не пробовал. Ничего не могу сказать, по ценам вот так. Но даже если мы возьмем вот эту фрилансерскую планку и сравним по стоимости выходного текста с учетом всех затрат на подготовку тексту, чистку, адаптацию, озвучку синтезатором, переозвучку после того, как вы услышали, что какой-то фрагмент звучит не так, переписали, даже вот это вот все мы в кучу соберем, все равно выйдет дешевле и при наличии навыка быстрее. Вот, поэтому мы когда говорим о, наверное, сразу надо было сказать, да, мы говорим о бюджетном производстве аудиотекста. Все равно синтезаторы плюс самая крутая адаптация, контроль и исправление ошибок всегда будет дешевле. Вот. Какому еще выводу мы здесь приходим, что на рынке сейчас комплексного-то какого-то IT-решения нет. Да, я вот вам там кусочки нашего интерфейса показал, анонсировал, и это все равно лишь первая версия того, что я хочу получить. Нет сейчас пока единого окна, куда вы закинете текст. Он максимально вам очистится, адаптируется, подсветит все моменты, которые вам нужно обратить внимание, где вы сможете послушать частично с минимальными затратами проблемные фрагменты, потом подготовить чистовичок, прогнать его, а потом еще вернуться и послушать и переписать какие-то моменты, которые вам не понравились, а потом с грамотно скомпилировать, там добавить голос восторженный, голос угрюмый. Нет, к сожалению, пока таких IT-решений на российском рынке. Хотелось бы что-то вам такое в ближайшее время предложить, и, ну, как бы, жив буду, и компания отдаст добро, будем развивать в рамках компании Директ Медиа направление, да, но первый наш шаг в рамках этого направления сделан. Вот, ждем нас, а может кто-то из конкурентов обгонит, будет интересно. Так, да, человеческий фактор. Здесь он у нас в виде редактора, да, корректора, можно так сказать. Ну, а если вы самостоятельно это делаете, то все вы. Тоже исключать нельзя. Это по-прежнему над любым искусственным интеллектом в результате должен стоять человек. Вот, да, поэтому все равно контроль, участие необходимы, и, ну, вот, от этого пока никуда не уйдешь. Отдать библиотеку и завтра забрать ее в прекрасном аудиокачестве без участия человека, к сожалению, невозможно. Ну, и хороший вывод есть, что, в принципе, имея инструменты, немножко терпения и набравшись опыта, можно самостоятельно делать классные тексты, да, сложные тексты вполне приемлемого качества. Если вы сейчас посмотрите вот это вот, просто отследите количество каналов на Ютубе и роликов с использованием синтезированного текста, оно прям очень растет. И иногда в таких отраслях, где, ну, прям, я бы не подумал, да, начиная от каких-то детских роликов, которые вполне нормально слушаются, у меня дети там что-то смотрят, я обращаю внимание, говорю, дай посмотреть синтезатор. Автоблогинг в том числе идет. Очень много дискавери сейчас всякого идет. Ну, такого хоум-мейда, да, самодельного дискавери. Я не знаю, там, 10 фактов о брундуке, вполне нормально озвучено, видео набирает миллион просмотров, и вот нормально. То есть областей применения речевых синтезаторов в создании контента, не только аудиокниг, да, такого потребляемого, широко потребляемого контента растет. Вот, ну, вот тут почему-то синтезаторы за отраслью немножко не успевают, будем надеяться, поднажмут. Ну, и мы с вами поднажмем. Вот, поэтому все возможно при участии, при использовании инструментов, имея терпение, набравшись определенного опыта навыков, вполне можно это делать самостоятельно и значительно дешевле, чем вы бы заказали это, например, на бирже фриланса или в какой-то студии. Вот, на текущий момент у меня, наверное, все. Я здесь в результате привожу ссылочки, там не все, но те, которые можно без, скажем так, ковыряния и глубоких авторизаций посмотреть. Пользуйтесь, пожалуйста, здесь CGPT, здесь справочки. у меня на текущий момент все. Спасибо большое. Сейчас я в чат вернусь. Может быть, там есть какие-то вопросы. Так. Так, с восточными языками. Да, 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 супер. Есть синтезаторы, которые работают с восточными языками. Это, как правило, не российские синтезаторы. Сейчас, секундочку, я посмотрю. У нас, допустим, Яндекс, по-моему, тоже куда-то в ту сторону шел, да? Нет. Яндекс у нас только на казахский и узбекский язык. Нет, восточные синтезаторы есть, но я тоже, кстати, ковырялся. Они там восточного производства. Китайский синтезатор. Вот, разработан в Китае, да, там, если вы, допустим, с Вичатом общаетесь. Ну, Google понимает, да. Да, ну, я... Была у меня такая задача, была у меня такая задача оценить, а как же мы сможем восточные книги озвучивать или нет. Синтезаторов я нашел много на самом деле. Google тоже понимает. Но вот я не востоковед, языками не владею, и я просто даже не могу понять, а как он хорошо, нет, справляется. То, что есть и то, что работают технологически быстро, шустро, да. Оценить их качество, ну, к сожалению, я сейчас не могу. То есть, если бы у нас был запрос и в команде был и лингвист, и человек, владеющий на хорошем уровне, я бы, наверное, смог ответить лучше. Так. Да, спасибо вам, спасибо. Сейчас посмотрю еще вопрос, вроде бы, был. А, да, 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 все. Про восточные языки я ответил. Ну, как мог, ответил, да. Простите, не хватает моих компетенций и оценить их качество. Все, спасибо большое. Презентация у нас доступна. Вот, в компании Директ Медиа меня можно найти легко. Если у вас будут вопросы какие-то, пишите в личку, без проблем отвечу. Хорошего дня. Продолжение следует...